здравствуйте с вами я михаил в этом видео я расскажу вам об остеохондрозе почему не надо думать что остеохондроз это приговор это никакой не приговор на самом деле почему же так актуально эта тема вообще в мединститутах говорят что остеохондроз это бич современного человека ну таких бичей за последние на 10 лет и стало много но остеохондроз один из них то есть больной позвоночник вообще проблема на самом деле это так а почему же считается что это бич и почему так люди волнуются переживают когда им ставят такой диагноз как остеохондроз а происходит это вот почему у человека пострелило спину заболела шея появилась какая-то тяжесть между лопаток он пошел в больницу если правильно все поступило да пошел в больницу врач назначил обследование и вот основываясь на субъективных данных то есть анамнезе то есть на то что жалуются пациент на его врачебном осмотре а также на объективных методах обследования таких как томография там лимитография ставить диагноз остеохондроз и врач иноминолог тоже написал такие то есть изменения такие то остеохондроз то 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 человек говорит а что же мне с этим делать а у меня живут остеохондроз можно ли что-то изменить как с кем быть как с кем дальше жить это можно вылечить и ему доктор говорит нет вылечить это нельзя остеохондроз не лечится все человек в расстройстве ему назначают симптоматическое лечение снимают болевой синдром прокалывают витамины там ему становится лучше через какое-то время когда его ничего не беспокоит он об этом забывает и так до следующего раза сейчас он еще больше акубаться начинает потому что это уже вспоминает что остеохондроз не лечится и уже возникает зона психологического такого дискомфорта а ведь на самом деле врач не врал такой коломо доктор не врал так лучше сказать не угол он правильно говорил остеохондроз не лечится вопрос не в этом вопрос вот в чем остеохондроз это само по себе это не приговор сам по себе это не болезнь на самом деле остеохондроз это физиологический процесс это процесс старения позвоночника ну надо быть объективным да то есть надо прекрасно понимать что с возрастом стареют все органы и системы человека это нормально вполне то есть он же не может стать старше сам а все моложе нет это невозможно к сожалению это невозможно вот но на самом деле из-за того что у у человека старше становится словно говоря мозг или пальцы рук или что-то еще у него что это себя сопровождается болезнью и очень много людей которые живут в здравом моменте доброй памяти до старости и сердце работает хорошо до старости и пальцы гонутся ловкость сохраняя свое и позвоночник может точно также нормально работать до старости хотя во всех этих органах во всех системах происходит процесс состояния вот остеохондроз это объективные проявления старения позвоночника нормально вопрос вот в чем вопрос в другом а вызыва сопровождается ли это старение каким-нибудь осложнениями вот это вопрос очень серьезный да может сопровождаться и вот если сопровождается тогда и ставят этот диагноз остеохондроз хотя на самом деле остеохондроз это не диагноз это констатация факта остеохондроз первое проявление этих изменений они начинаются уже после 20 лет а может и раньше даже и чем старше тем больше это в принципе нормально вопрос не в этом вопрос в том проживет ли человек всю свою жизнь до конца не испытывая проблем от того что у него есть какой-то остеохондроз он об этом может не узнать вообще никогда что остеохондроз у него есть и не услышали этот термин если у него никогда ничто не заболит это нормально вполне совершенно так вот самое главное это то чтобы не было никаких осложнений и проявлений субъективных неприятных от остеохондроза которые есть в позвоночнике вот что важно поэтому на самом деле если вам поставили такой диагноз его бояться не надо надо думать вот о чем если уже есть какие-то субъективные проявления то есть вы чувствуете какие-то боли тяжести все такое прочее то нужно сделать выводы и просто понимать что когда вы добьетесь стойкой ремиссии а не будет проявлений этих то есть как бы это вылечил приступ остеохондроза вылечил там потому что остеохондроз нельзя вылечить можно вылечить его проявление то нужно уже задуматься о том чтобы повторных проявлений не было А если у вас их еще не было никогда, то нужно задуматься о том, чтобы они никогда не проявились. Потому что старение позвоночника будет происходить. А вот что важно понимать? Да, старение, значит, избежать невозможно. Стареть позвоночник будет все равно всегда. Чем мы старше, тем мы старше. Но одно дело, возраст календарный. То есть, сколько вам лет, столько возраст вашего позвоночника, а другое дело, возраст физиологический. И старение позвоночника может быть быстрым, а может быть медленным. Есть молодые люди, у которых позвоночник как у глубокого старика. А есть, наоборот, старики, которым позавидовали даже молодые. Вывод. Старение позвоночника можно как ускорить, так и замедлить. То есть, зависит все дело от того, какой вести образ жизни. На самом деле, все очень просто. Очень просто. Заключается оно, вот эта простота в чем? В функциональности и в востребованности этой функциональности. Все очень просто. Вы сейчас все поймете сразу. И уже с сегодняшнего дня начнете делать выводы, как нужно себя вести, чтобы избежать вот этих осложнений, то есть, остеохондроза и как замедлить развитие этого остеохондроза. То есть, как можно дольше сохранить молодость вашего позвоночника и замедлить его старение. В организме все так устроено, что если что-то востребовано, нужно, то эта функция, она сохраняется и даже развивается. Если что-то не востребовано, то функция эта будет утрачена. Но утрачивается не только функция. Почему теряется функция? Потому что идут изменения на органическом уровне. То есть, структура и функция, они неразделимы. Я приведу пример. Если мышца не работает, она будет атрофироваться. Субъективно мы это заметим как уменьшение силы. То есть, если мышцу не тренировать, она слабее становится. Если поначалу она просто функционально слабее становится, то есть, просто слабее, а в объеме она сохранится такая же, то пройдет какой-то период времени и ваш организм просто поймет, а зачем ему еще и кормить такую мышцу слабую, но большую. Она может слабой быть и небольшой. И будет атрофия мышцы уже на органическом уровне. То есть, мышца станет меньше. То есть, объективно она станет меньше. Субъективно она слабее станет, потом станет объективно слабее, а потом она станет объективно меньше. То есть, произойдет атрофия уже на органическом уровне. На органном уровне. То же самое происходит и в позвоночнике. Дело в том, что позвоночник состоит из огромного количества суставов. И все позвонки между собой подвижены. Они подвижены между собой в самых разных плоскостях. То есть, позвоночник, он может изгибаться в любую практически сам сторону, скручиваться. В разумных амплитудах, конечно, которые могут быть увеличены или стать меньше, в зависимости от того, чем занимается человек. Со спортом ли занимается он, йогой или ничем не занимается. Но суть в том, что все позвонки подвижны между собой. Так вот, если в каких-то отделах позвоночника долгое время эта подвижность не востребована. То есть, человек долго находится в каких-нибудь однообразных позах. То есть, целый день проводит сидя, за рабочим столом, за рулем, не знаю. Или вообще просто мало двигается. То есть, даже если он очень много ходит, то у него все равно работают лишь определенные отделы позвоночника, ответственные за амортизационную функцию. Но если он при этом не скручивает позвоночник, не наклоняется, то в других отделах функции вот эти вот, ну, подвижности, они не востребованы. И именно в этих местах раньше начинаются процессы старения. Организм человека – это кибернетическая система. Если он ощущает, что где-то что-то нужно, он туда добавит. На чем основан любой тренинг – физический, умственный, любой. То есть, если мы нагрузку даем, в этом месте происходит функциональная гипертрофия, так называемая. То есть, организм туда добавляет. Там, где ему требуется что-то, туда он и добавляет. Если же не востребовано, он туда ничего не добавляет. А со временем и переспределяет свои ресурсы таким образом, что зачем туда, собственно говоря, что-то тратить. И вот в таких неподвижных отделах позвоночника, не только позвоночника, но мы про него сейчас говорим. И возникают амтотрофии. То есть, ишемические процессы возникают амтотрофические. И что в итоге приводит к дегенеративным процессам. То есть, уже к изменениям на органическом уровне, когда происходит деформация даже, собственно говоря, и позвонков самих, и межпозвоночных сочинений. И вот здесь уже мы говорим об осложнении хостеохондороза. То есть, понимаете, может позвонок стареть, как говорится, правильно, сохраняя при этом свою форму правильную. А может он стареть таким образом, при котором станет деформированным. То есть, изменит свои поверхности суставные, сам изменит свою форму. И в итоге это точно приведет обязательно к осложнениям. К различным люмбаго, радикулитам, так называемым. К тому, к самым худшим проявлениям хостеохондроза, какие только могут быть. В основном они все сопровождаются болями либо в самом позвоночнике, либо в мышцах окружающих позвоночниках, либо даже в наведенных болях на внутренние органы. Когда даже бывает, симулирует эти боли, там, мышеческой болезни, сердце. То есть, у человека болит сердце, он думает, у него болит сердце, он и будет. Он ходит к кардиологу, пытается его лечить. А на самом деле проблема в облечении лопаточной переорктики какого-нибудь. То есть, и межлопаточного остеохондроза. То есть, в грудном модели есть остеохондроз, даже в шейном модели остеохондроз. У человека болит сердце. Хотя шея и межлопаток при этом не особый скомфорт испытывает. Вот. Так что, еще раз я резюмирую, да, в чем, собственно говоря, суть. Остеохондроз – это естественный функциональный процесс и физиологический. Естественный физиологический процесс – старение позвоночника. Старение позвоночника можно как ускорить, а так и замедлить. Старение – это не всегда то, что сопровождается какими-то болями и заболеваниями. Старение может идти, как говорится, ровно, полномерно, медленно. И, как говорится, до последнего вздоха человек может никогда не испытать каких-то вообще неприятных ощущений в позвоночнике. Или может испытать, но это не приводит к тому, что он должен очень много колоть витаминов, лечиться и ездить коляске в инвалидной, лежать на кровати по полной. И, конечно, самое важное, что только востребованность всех движений в позвоночнике является залогом того, что позвоночник останется полностью функциональным. А именно правильная функция и востребованность этой функции – это залог самоздоровья позвоночника. Чем позвоночник правильнее работает, то есть задействованы все движения во всех межпозвоночных сочленениях, тем более востребованным чувствует организм все вот эти сочленения и в них замедляются процессы. Старение и какой-то дегенерация. Она может даже вообще не возникнуть. Поэтому все просто, на самом деле. Надо двигаться. Но важно понимать, что двигаться нужно правильно. То есть, если вы для того, чтобы у вас не было там остеохондроза будете бегать по утрам, то этого будет крайне недостаточно, потому что при беге не задействуют все межпозвоночные сочленения. Если вы будете с утра гимнастику делать утреннюю из трех-четырех упражнений, этого тоже будет мало. Но на самом деле все просто. Нужно делать полноценную размывку для позвоночника, которая позволяет задействовать все движения во всех осях и плоскостях между позвонками. Вот об этом я начну рассказывать уже в следующем видео. В следующем видео я расскажу про шею. То есть, про шею, то есть, отдел позвоночника. Про то, на какие в шейном отделе позвоночника существуют. Ну, правильное движение, потому что есть неправильное. Шея может двигать по-разному. Можно ей двигать так, что, наоборот, износятся позвонки и сочленение до межпозвоночника еще быстрее. Какие, значит, являются физиологичными движениями, а правильно функциональными. И покажу, как их надо делать. Самое интересное то, что специально в какого-то времени, значит, уделять на это не нужно. Это можно делать в промежутке, там, ну, между чтением, там, писем, например, да, я там сиди за столом рабочим, там, между звонками и телефоном. Даже на светофоре в машине сиди можно делать то же самое. Сиди перед телевизором и ничего. В общем, это не важно. Время для этого очень легко найти, но об этом я расскажу чуть позже. А пока делайте выводы и уже с сегодняшнего дня начинайте с утра делать размину. Это правильно. Хотя бы что-то. Покрутите торс, да, поднимайте там руки, понаклоняйтесь в стороны. Это уже неплохо. А со временем, когда вы посмотрите все мои, значит, видео этого видеокурса, вы будете, значит, обладать всеми необходимыми, говорится, навыками и сознаниями для того, чтобы полноценно и комплексно сработать над позвоночником своим. И благодаря этому вы будете профилактировать любые осложнения, которые могут быть связаны с остеохондрозом. И у вас никогда ничего не прострелит и никогда ничего не заболит. А если у вас уже что-то болело, то ваша эмиссия будет долгой и стойкой. И вы не вспомните про вашу остеохондроз. Ну, скоро встретимся. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok